Крейсер Москва Впоследствии в Киеве, со ссылкой на неназванные турецкие и румынские источники, сообщали, что флагман Черноморского флота, вероятнее всего, затонул. На борту корабля могли находиться более 500 человек. Обе стороны сообщали, что экипаж эвакуировали. Данных и погибших, и пострадавших нет. Крейсер Москва был крупнейшим действующим российским военным кораблем в Черном море. Он был спущен на воду в 1979-м, а два года назад прошел капитальный ремонт и модернизацию. Во время войны в Грузии 2008-го участвовал в российско-грузинском сражении в Черном море. В 2015-2016-м прикрывал российскую авиационную группу в Восточном Средиземноморье. На борту крейсера, согласно опубликованной документации, размечались 16 пусковых установок для противокорабельных ракет «Вулкан» и зенитный ракетный комплекс С-300. Для Киева вывод флагмана Черноморского флота из строя символичен, еще и потому, что именно с этим крейсером связывают происхождение оскорбительного лозунга про русский военный корабль. Якобы так, на призыв сдаться крейсеру «Москва», ответил гарнизон украинского острова «Змеиной». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова